2023 год в России был объявлен годом педагога и наставника. Это говорит об огромном внимании со стороны государства к нашему образованию. Профессия педагога нужна и востребована. И для того, чтобы еще выше поднять ее престиж, проходит традиционный конкурс «Учитель года Кубани». Мы расскажем об открытии муниципального этапа этого серьезного творческого состязания. Участие в конкурсе «Учитель года» помогает педагогам развиваться и совершенствоваться, стимулирует стремиться к достижению новых высот в профессии, обеспечивает учителям возможность обмена лучшими идеями и практиками с коллегами, а также позволяет значительно расширять свой профессиональный кругозор. Всех участников муниципального этапа краевого конкурса «Учитель года Кубани-2023» отличает настоящая любовь к своей нелегкой, но очень нужной обществу профессии, неравнодушие и желание постижения нового. В жюри конкурса признанные мастера своего дела, такие как победитель регионального этапа конкурса «Учитель года Кубани» в 2019 году Галина Мирная. Я получаю огромное удовольствие от нынешней роли, потому что видишь потенциал, видишь горящие глаза, понимаешь, что будущее у нашего образования есть, у нашей педагогики. Молодые специалисты, конечно, горят. И это желание работать, этот креатив, творческий потенциал, нужно поддерживать. Эти конкурсы как раз-таки, подобные конкурсы, особенно конкурсы «Учитель года», и направлены на то, чтобы поддерживать таких инициативных молодых специалистов. Но и опытные специалисты также точно с годами не теряют свой потенциал. Торжественное открытие конкурса прошло в 12-й школе, и команда славянских молодых педагогов, которая победила в 12-м межрайонном слете, выступила перед собравшимися. «Мы за молодость! Мы за здоровье! Мы за активность! Мы за уверенность! Мы за успех! Мы за оптимизм! Мы за самореализацию! Мы за профессионализм! Мы молодое поколение, которое выбирает жизнь! Ведь мы молодые учителя! И в мою профессию мы любим друзья! Конкурсантов приветствовала заместитель начальника управления образования Славянского района Светлана Духнай и пожелала им новых профессиональных успехов. И вот сегодня уже следующий этап стартует. Это очные испытания. Впереди нас ждут мастер-классы, открытые уроки, ну и, конечно, финал. Уважаемые участники, желаю вам хорошего настроения, достойного, достойной борьбы в этом конкурсе. Конечно, пусть победит сильнейший, как в любом соревновании. От всей души хочу поблагодарить наше компетентное жюри, которое профессионально, достойно, уверенно ведет свою работу за их личный вклад в продвижение конкурса «Учитель года». Громкими аплодисментами встретил зал участников муниципального этапа краевого конкурса «Учитель года Кубани» в 2023 году в различных номинациях. Затем были названы имена конкурсантов, вышедших в финал. Для финалистов это стало радостным событием, отличной возможностью для развития. Учитель начальных классов из первого лицея Екатерина Бутримова выступает в номинации «Педагогический дебют», и она уверена, что приобретенный на конкурсе опыт пойдет ей на пользу. Я училась в этой школе и пришла сюда же работать. Для меня это большая ответственность, ведь учитель начальных классов – это вторая мама, которая дает знания, умения и навыки, которые в дальнейшем детям понадобятся для обучения. Я считаю, что «Педагогический дебют» – это становление моего профессионального карьерного роста, который в дальнейшем будет для меня опытом. Я очень надеюсь, что я покажу высокие результаты и буду стремиться дальше к лучшему. Самое интересное и сложное испытание – это, наверное, давать открытый урок, потому что дети незнакомые. Урок в другой школе – это другая атмосфера, другие ученики, совершенно другое состояние, волнительное, потому что ты впервые видишь ребят. Екатерине, как и другим конкурсантам, очень помогают коллеги. И, чувствуя за собой поддержку коллектива, выступать можно намного увереннее. У учителя русского языка и литературы Ирины Панченко из пятой школы уже был опыт выступления на муниципальном этапе конкурса, и она снова решила в нем участвовать. Накопленный опыт, конечно, на вес золота. Вышла в финал, но не одержала победу. Но надеюсь, что данный конкурс в этом этапе мне даст большие и лучшие результаты. Я к ним иду, стараюсь, и я надеюсь, что у меня все получится. Настроение у меня отличное. У меня прекрасные рядом коллеги, они меня поддерживают. Отличные конкурсанты. У нас такой творческий боевой дух. Я думаю, что мы все сможем. Я всем желаю удачи, чтобы сегодня у всех все получилось. Где-то нужно проявить себя как актриса, снимая медиа-визитку. Где-то проявить себя как чуткий педагог. Где-то мастерство другого плана. Ну, в общем, сегодня ожидает сейчас у нас серьезное мероприятие, мастер-класс. Но, мне кажется, самое важное испытание – это открытый урок. Учитель третьей школы Оксана Никонова преподает как русский язык и литературу, так и основы православной культуры. И это дает ей дополнительные преимущества, поскольку обогащает преподавание новыми подходами. Православная культура, она очень удивительно интегрируется с уроками литературы и даже русского языка. История слов – это удивительная история попадания туда, в старославянский язык, в Древнюю Русь. Это все очень интересно. И я знаю, что пока я не вела основы православной культуры, я многого не знала о своем предмете. Сейчас это очень необходимо. И мне есть что сказать, и я должна это сказать. Для этого участвую в этом конкурсе. После церемонии открытия, где было произнесено много добрых слов и напутствий, преодолев понятное волнение, педагоги представили на суд жюри свои мастер-классы. Нелегко было убедительно демонстрировать свои способности. Но конкурсанты справились с этим испытанием. Они старались не просто раскрыть тему, но и заставить ее играть новыми гранями, раскрыть свои идеи и донести их до аудитории. Конкурс «Учитель года Кубани» позволяет участникам ближе знакомиться с достойными коллегами, самим проявлять свои выигрышные стороны. Конкурс – это не только поиск лучшего педагога, но и возможность укрепления профессионального сообщества, способного повлиять на будущее образование, которое у него, без всякого сомнения, светлое. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко. Программа «События». Продолжение следует...